Привет, меня зовут Хатуна, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Сегодня поговорим о пертурбациях в рядах грузинской оппозиции. Но прежде чем начать, прошу вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Также напомню, что теперь вы можете поддержать независимую журналистику. В описании будет информация о том, куда можно отправить донаты САВИ. До парламентских выборов в Грузии остается менее четырех месяцев. Оппозиционные партии страны разрабатывают стратегии сотрудничества в условиях законодательного запрета на создание блоков. Судя по всему, обществу будет предложено сразу несколько центров оппозиционного притяжения, два из которых уже оформились. Единое национальное движение и стратегия Ахмашенебели представили платформу «Единство во имя спасения Грузии», за которой будет закреплен избирательный номер НАЦДвижения. Пятерка. Слияние, к слову, как и инициатива, совсем не на «вы». Еще год назад, в июле 23-го, партии выступили с аналогичной идеей. В любом случае, на выборах 2024 они предстанут с единым избирательным списком, который, к слову, и мог стать камнем преткновения. В другом оппозиционном лагере, куда входят партии Ахали, время пришло гирче больше свободы. Считают, что, несмотря на совпадение в стремлении в ЕС, другие предпочтения прозападного электората могут различаться, а потому класть яйца в одну корзину попросту нецелесообразно. Сторонники этой позиции уверены, что обществу необходимо предложить несколько вариантов. К слову, все подписаны так называемой «декларации единства грузинской оппозиции», в основу которой легла хартия президента. Следовательно, они договорились не нападать друг на друга и придерживаться общего плана. Например, сформировать коалиционное правительство после выборов, не голосовать в парламенте за формирование правительства, в котором будет участвовать грузинская мечта, и поддержать единого кандидата в президента. За бортом этой декларации и пока что любых коалиций остается еще один видный игрок – партия экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. Впрочем, активно муссируется информация, дескать, они намерены объединиться с гражданами и для народа. Выходит, что по предварительным данным, прозападные оппозиционные силы могут предстать на выборах в трех конфигурациях, и целесообразность такой перспективы подтверждают результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного Институтом социальных исследований и анализа. В частности, оно гласит, что три оппозиционных центра обеспечат оппонентам власти более высокую поддержку, чем единый список. Разница составляет 3,2%. Кроме того, по результатам этого же соцопроса шансы на победу оппозиции реальные, так как большинство жителей Грузии поддерживают смену власти. Вместе с этим число сторонников прозападных оппозиционных партий значительно превышает число сторонников грузинской мечты. Продолжение следует...